Продолжение следует... Напишите сначала, хорошо ли меня слышно и видно ли презентацию. Если можно, в чат. Супер. Тогда поехали. Здравствуйте, еще раз. Меня зовут Регина Ибатулина. Я являюсь руководителем группы контекстной рекламы в агентстве интернет-реклама и медиа. В рамках сегодняшнего вебинара я расскажу вам, как качественно настраивать ремаркетинг. Секундочку. Давай. Вот, все, разобрались. Итак, сегодня мы рассмотрим, что в целом из себя представляет ремаркетинг для тех, кто ранее с ним не работал. Изучим настройку различных видов ремаркетинга, таких как стандартный, ремаркетинг по Яндекс.Аудиториям, продвинутый, динамический, а также связку ремаркетинга с видео. Также ознакомимся с кейсами по каждому из них. Что же такое ремаркетинг? Это инструмент, который позволяет повторно обратиться к той части аудитории, которая уже побывала на вашем сайте. Цель ремаркетинга – либо догонять пользователей, чтобы они все-таки совершили покупку, либо стимулировать их на повторные покупки. Кстати, есть два понятия – ремаркетинг и ретаргетинг. Все ли понимают, в чем их разница? Напишите, пожалуйста, в чат. Вопросов нет, но на всякий случай для тех, кто будет смотреть данный вебинар в записи, я поясню. Ремаркетинг и ретаргетинг – это абсолютно одинаковые понятия, просто ремаркетинг – это название целого инструмента, и так он называется конкретно в Google. Ретаргетинг – это название инструмента ремаркетинга именно в Яндексе, то есть, по сути, это одно и то же. Для удобства я буду говорить ремаркетинг в основном. В разделах, когда мы будем изучать Яндекс, я, соответственно, буду говорить ретаргетинг. Итак, чтобы понять связь между автоматизацией и ремаркетингом, рассмотрим, как он работает. Пользователь интересуется приобретением какой-нибудь услуги или товара, заходит на ваш сайт, изучает его, а затем по какой-то причине выходит, так и не совершив покупку. Далее он гуляет по сайтам сети, натыкается на ваше объявление, кликает по нему, затем переходит на сайт и уже совершает покупку. Так, в идеале, должен работать ремаркетинг. В среднем около 90% пользователей всех сайтов не совершают покупку при первом посещении. Однако Яндекс и Google сохраняют информацию о них в специальных файлах, которые называются куки. Это позволяет показывать таким пользователям рекламу повторно. Хочу отметить, что ремаркетинг достаточно мощный инструмент. Компании по ремаркетингу обычно на втором месте по конверсионности после брендового поиска и позволяют поднять конверсию в несколько раз. Вопрос от Виктора, как работает не в идеале. Не в идеале он работает, может быть, не так эффективно, поскольку, возможно, там бывают какие-то ошибки в коммуникации, возможно, в настройке, собственно, чтобы избежать таких ошибок, и проводится данный вебинар. Начнем со основ. Стандартный ремаркетинг КМС и РСЯ. Его можно настраивать по различным сценариям или аудиториям, изменяя при этом сам посыл или коммуникацию с пользователем. Формат объявлений такой же, как стандартное объявление КМС или РСЯ. Примеры объявлений вы можете видеть справа. Напишите, пожалуйста, наверняка вы натыкались на такие объявления, или те, кто занимается контекстной рекламой, уже использовали такие. Безусловно. Еще один подвид стандартного ремаркетинга – это поисковый ремаркетинг. Вы можете настроить показ объявлений именно на поиске тем пользователям, которые уже были на вашем сайте. В Директе это можно сделать с помощью повышающей корректировки на нужную аудиторию. В Google помимо этого способа можно также ограничить показы только той аудитории, которая была на вашем сайте. Также справа вы можете видеть примеры объявлений. Это стандартное поисковое объявление. Просто, например, в Google там отображается информация о том, когда вы в последний раз были на данном сайте. Самое важное в ремаркетинге – это правильное определение аудитории. Кому действительно стоит показывать рекламу повторно, а кому нет. По большому счету это во многом зависит от тематики бизнеса и от тех товаров и услуг, которые продаются на сайте. Но есть и какие-то общие рекомендации. Давайте рассмотрим их. Для сайтов с цепличными покупками аудиторию ремаркетинга можно условно поделить на три типа. Покупатели. Пользователи, которые добавили товар в корзину, но не купили условно корзинчики. Для сайтов, которые не подразумевают корзину, будем корзинчиками называть тех, кто не совершил конверсию, когда до нее остался всего лишь один шаг. А также аудитория тех, кто так или иначе проявил интерес. Например, посмотрел контакты, условия доставки, выбирал размеры, цвета, посетил достаточно большое количество страниц на сайте или провел на нем много времени. Для сайтов с нецикличными покупками, например, продажи автомобилей, недвижимости, крупной бытовой техники, мебели или, возможно, сайты с услугами определенными, которые не подразумевают повторных конверсий, аудитория делятся только на тех же самых корзинчиков или пользователей, проявивших интерес. Это, например, просмотр адресов магазинов, офисов, изучение условий кредита. Опять же, пользователи, которые провели на сайте определенное время или просмотрели определенное количество страниц. Подытожим. Основные рекомендации по использованию аудиторий. Если сайт не подразумевается к личной покупке, обязательно нужно исключать аудиторию пользователей, которые уже приобрели у вас товар или услугу, чтобы не показывать рекламу тем, кому она уже не актуальна. Также аудитории в ремаркетинговых компаниях не должны пересекаться между собой, нужно максимально их друг от друга разграничить. Это необходимо, во-первых, чтобы грамотно управлять рекламой, во-вторых, правильно коммуницировать с той или иной аудиторией. Также аудитории ремаркетинга обязательно должны быть исключены из всех неремаркетинговых компаний. То есть вся ваша трансляция объявлений на поиск и сеть должна быть разделена на ремаркетинг и не ремаркетинг. Это, опять же, связано с удобством, во-первых, в выставлении коммуникации, во-вторых, с оптимизацией. Пока что понятно? Допишите, пожалуйста, здесь много очень терминов говорю. Если вас они не пугают, коммуникация, конверсия, то продолжим. Итак, о коммуникации. Какие же именно креативы использовать в премаркетинге? Покупателей можно стимулировать на повторные покупки, предлагая им какие-то товары смежной категории или сопутствующие товары. Например, наушники к телефону, сумка к платью и так далее. Также вашим покупателям могут быть интересные новые акции, которые проводятся на сайте. Или, если есть такая возможность, можно предлагать промо-код со скидкой для лояльной аудитории. При обращении к корзинщикам в первую очередь стоит напомнить им, что до покупки желаемого им осталось совершить всего лишь один шаг. Наверняка ведь каждый из вас видел объявление, вы забыли товар в корзине, вернитесь и оформите покупку. Видели такое? Напишите, пожалуйста, в чат. Конечно, не обязательно использовать именно эту формулировку в обращении к корзинщикам. Можно как-то обыграть, но это все зависит от того, какая у вас целевая аудитория. Если же речь идет о заинтересованных покупателях, то коммуникация лучше, заинтересованная аудитория, эта коммуникация лучше строит, исходя из того, что именно ее заинтересовало. Опять же, тут очень хорошо работают промо-коды, акции, скидки именно на те товары, интерес к которым был проявлен. Переходим к следующей части. Яндекс.Директ предлагает дополнительные возможности для таргетинга этой Яндекс.Аудитории. Очень мощный инструмент с большим количеством настроек. Давайте их рассмотрим. Яндекс.Аудитории можно настраивать по целям и сегментам метрики и обметрики. Например, пользователи, которые совершили покупку с определенного устройства или пользователи возраста, которые интересовались условиями кредита или те, кто давно не был на вашем сайте. Те, кто сталкивался с метрикой, наверняка знают, что сегменты там можно построить самые разнообразные. Если кто работал с метрикой и конкретно создавал сегменты, напишите, пожалуйста, в чат. Если какие-то вопросы возникают, я также могу пояснить, что значит тот или иной слайд. Я так понимаю, вопросов нет. Двигаемся дальше. Следующая аудитория – это данные CRM. То есть по списку e-mail, телефонов, ID устройств и так далее. Если у вас есть база таких данных, можно ее залить в Яндекс.Аудитории, и тогда система проматчет конкретных пользователей из этой базы. Аудитория по геолокации. Это окружности, то есть радиус с точкой, или полигоны непосредственно на карте. Можно выбирать те, кто регулярно посещает те или иные места, либо был там несколько раз за последнюю неделю, месяц или три месяца, либо это люди, которые сейчас подводят выбранные вами локации. Аудитория по пикселю. Если у вас есть нидийная реклама, вы можете добавить в нее пиксель, который будет сохранять данные о пользователях, которые посмотрели ваше объявление. Это могут быть баннеры или видео. При этом можно ограничить аудиторию только теми пользователями, которые видели вашу рекламу недавно или определенное количество раз. Аудитория по данным провайдеров DMP. Это на самом деле не совсем ремаркетинг, однако такую аудиторию тоже можно создать. Кратце, так, сейчас я расскажу про аудиторию до конца и отвечу на вопрос про пиксели. Данные DMP – это данные от платформ по различным срезам аудитории, например, интересы, пол или гео. Данный тип аудитории также подходит только для медийной рекламы с оплатом за тысячу показов. При создании аудитории предоставляется прогноз по стоимости за тысячу показов, а также по охвату. Вопрос от Егора. Какие пиксели бывают? Дело в том, что пиксель – это, скажем так, некий код. Он встраивается в рекламу именно медийную. То есть тот аналог Яндекс.Дисплея, который сейчас присутствует в Яндекс.Директе. Либо видеореклама. Егор пишет и знает только от Фейсбука. Это примерно то же самое. То есть это какой-то код, некий, индивидуальный для каждого рекламодателя, для каждого аккаунта. Он встраивается в баннер или видео, и вы собираете аудиторию, которую посмотрели, соответственно, ваш баннер или видео. Стало немножко понятнее? Пишите, пожалуйста. Далее. Еще один тип аудиторий – это похожие или look-alike. Похожие аудитории создаются на основе любого другого типа аудитории. Система анализирует поведение пользователей из исходного сегмента, а затем подбирает тех, кто в нее не входит, но ведет себя так же. Можно также настроить степень похожести и распределение по городам. Например, если аудитория в исходном сегменте пополам делилась на Москву и Санкт-Петербург, то и по похожим будут примерно такие же пропорции. Еще один вопрос или комментарий от Егора. Осталось найти, как и где их все получить. Ну, по пикселям подробная информация есть в справках о том, как этот код получить, куда его встроить, собственно, и как собирать по нему аудиторию. У меня, к сожалению, в презентации нет ссылки непосредственно на справку по аудиториям, но я могу ее добавить, и в материалах, которые будут высланы вам после вебинара, вы ее найдете, сможете изучить подробно. Стандартный ремаркетинг был настроен для рекламодателей в тематике товаров для офиса. Были настроены аудитории для кальвинщиков и тех, кто проявил интерес к определенной дорогостоящей категории товаров. Результаты ремаркетинговых компаний сравнивались с небрендовым поиском. В итоге получили СПО ниже на 28%, РОИ, то есть возврат инвестиций выше в полтора раза, и доход от ремаркетинговых компаний составил 30% от дохода всех небрендовых поисковых компаний, а их, к слову, по количеству в разы больше, чем ремаркетинговых. Переходим к следующему большому разделу, это продвинутый ремаркетинг. На самом деле аудиторию сайта можно поделить не только на тех, кто купил или не купил определенный товар. Чем больше сайт, чем больше товар по услугу он продает, тем более неоднородная у него аудитория. Она может делиться по очень большому количеству признаков и характеристик. Например, пол или возраст, время захода на сайт днем или вечером, поведение пользователя, то, как он использует различные элементы сайта. Также пользователей можно поделить на тех, кто был один раз или кто заходит на сайт довольно часто и знает его хорошо. Также нужно учитывать сроки достижения целей. Например, пользователь добавил товар в корзину вчера или две недели назад. Соответственно, конверсионность и коммуникация с ними будет разная. Все это дробит аудиторию вашего сайта по многочисленным характеристикам, которые можно и нужно учитывать при маркетинге. Во-первых, это позволит регулировать расходы на каждую аудиторию, выявлять рентабельность показа рекламы именно ей. Во-вторых, можно использовать разные коммуникации для каждой аудитории, чтобы максимально ее зацепить в своих объявлениях. В-третьих, подобное отделение позволит подробно анализировать поведение пользователей после их возврата на сайт и, соответственно, оптимизировать кампанию. Это может показаться сложным. Да, это действительно непросто. Необходимо изучить статистику сайта, составить портреты пользователей, изучить их поведение, очень много различных срезов и отчетов. Но это работает. Предлагаю вам ознакомиться с двумя интересными кейсами по продвинтому ремаркетингу. Первый кейс – монобрендовый магазин мужской одежды, где представлены различные категории от верхней одежды до джинсов, маек и спортивной одежды. Задача была увеличить продажи с небрендового трафика, а также увеличить коэффициент конверсии по текущим ремаркетинговым компаниям, то есть по компаниям, которые настроены по принципу стандартного ремаркетинга. Аудиторию определяли по трём характеристикам – возраст, категория просмотренного товара и срок участия в списке. Например, пользователи от 18 до 24 лет, которые интересовались с лидерами не более трёх дней назад. Везде были индивидуальные коммуникации. Период тестирования составил две недели. Результаты сравнивали между продвинутыми сценариями и стандартными. В итоге получили очень большой рост транзакций, примерно в 8 раз. И значительное увеличение коэффициента конверсии более чем на 70%. При этом показатели CPO, то есть цены за заказ из среднего чека оказались на втором месте после брендового поиска. Средний чек даже по некоторым аудиториям был выше. Таким образом удалось выявить аудиторию, которая склонна к более дорогим покупкам, что тоже очень полезно. Второй кейс – сайт, который предоставляет услуги по ремонту квартир. Основной целью было увеличение количества заявок сайта как через форму, так и по средствам звонка. Аудитория делилась по полу, по времени участия и по уровню интереса. Например, женщины, которые посмотрели готовые работы за последние три дня. Эффективность оценивалась по истечении шести недель, и поскольку услуга сезонная, результаты сравнивались с показателями за аналогичный период прошлого года. В качестве объявлений использовались графические баннеры с разными предложениями и посылами. на этом слайде вы можете посмотреть пример креатива, он использовался для женщин. В результате количество заявок увеличилось почти в полтора раза, при этом СПО по компаниям с продвинутым ремаркетингом был ниже на целых 22%. Таким образом, вы можете видеть, что продвинутый ремаркетинг работает в самых разных областях. К сожалению, универсального решения по тому, как именно делить аудиторию, я вам подсказать не могу. Это все очень кропотливая работа, как я говорила выше, связанная с подробным изучением статистики и в целом целевой аудиторией вашего сайта. Есть у вас какие-то вопросы по продвинутому ремаркетингу? Подожду примерно минуту. Как лучше самому разбираться или довериться агентству? Спрашивает Виктор. Это такой вопрос на грани, наверное, финансовых каких-то показателей и на грани того, сколько у вас времени и какие у вас есть сотрудники и насколько вы готовы углубляться. Безусловно, сами владельцы бизнесов лучше, ну, как правило, лучше разбираются в своей целевой аудитории. Если вы приходите на ремаркетинг в хорошее агентство, то оно тоже пытается погрузиться во все уголки вашего бизнеса в хорошее агентство. Если вы не очень хорошо, например, разбираетесь в аналитиксе, то лучше, конечно, довериться агентству прошлому, у которого есть отдельный штат аналитиков, специально обученных людей, которые будут изучать статистику вашего сайта и с легкостью в разных средах ее проанализируют. Выбирайте, как вам удобнее. Вопрос от Егора. Какая стоимость того, кто может создать эти базы, тех, на кого крутит рекламу? Тоже такой вопрос, не совсем, скажем так, относящийся к настройке. Я думаю, из топа, как минимум, несколько агент, знаю, которые отдельно предоставляют услугу по анализу аудитории и разработке аудитории для продвинутого ремаркетинга. Например, наше агентство iMedia этим точно занимается. Кейсы, как вы видите, они все наши собственные, они не взяты из интернета. Если вопросов больше нет, я могу тогда продолжить, перейти к следующему разделу, дальше будет намного интереснее. Итак, самый, пожалуй, автоматизированный из всех ремаркетингов – это динамический ремаркетинг. Работает он очень просто. Пользователь заходит на ваш сайт, изучает товары или другие предложения, далее переходит, просматривает сайты КМС или РСЯ и видит такие вот объявления, на которых изображены именно те товары или предложения, которые он рассматривал. Напишите, пожалуйста, кто сталкивался, и наверняка у многих пользователей, которые не очень знакомы с динамическим ремаркетингом, по отзывам я слышала, что возникает ощущение, что за ними следят. Нет, не судят. Это просто так работает динамический ремаркетинг. Для того, чтобы система могла подставлять именно те самые товары в объявления, для настройки динамического ремаркетинга необходимо поставить специальный код на сайт, а также загрузить товарный фид. Напишите, пожалуйста, все ли понимают, что такое фид и нужно ли объяснить. Фид не очень понимает. Фид – это файл, в котором представлены все товары с сайта со всеми возможными параметрами. Название, цена, условия доставки, наличие, скидки и так далее. Более подробно фиды мы изучим чуть позже, в следующей части этого вебинара, буквально вот скоро. Начнем с директа. Инструмент динамического ретаркетинга в директе называется смарт-баннером. Выглядят они примерно так. Причем есть полноценный смарт-баннер, который занимает целый рекламный блок, либо есть смарт-объявление, которое занимает лишь одно место в блоге, и в блоге, соответственно, стоит дешевле. Список тематик для показа смарт-баннеров следующий. Для розничной торговли необходим фид Яндекс.Маркетов. Для отелей, айвебилетов и путешествий подойдут фиды Эдвардс. Их мы рассмотрим в блоге про Google. Для автомобилей подходит фид Афтеру. Для недвижимости фид Яндекс.Медвижимости. По каждому типу фида все подробно расписано в справке. Там же указаны все необходимые поля и атрибуты для каждой тематики. Для удобства все ссылки, которые у меня появляются в презентации, это в основном ссылки на определенные разделы справки, чтобы вам было удобнее искать нужную информацию. Я буду дублировать в чат, вы можете по ним переходить, оставлять в закладках и изучать подробнее после вебинара. Так, кстати, сразу отмечу, что для тематик личного характера, таких как медицина, сайты знакомств и так далее, ремаркетинг или ретаргетинг либо запрещен, либо очень ограничен, надо иметь это в виду. То есть в идеале он лучше всего работает для розничной торговли и для представленных тематик. Фид в директе загружается в раздел фиды, все проще простого. Далее необходимо создать креативы. Там, как и во всем Яндексе, все интуитивно понятно. Выбирайте тематику, макеты, размеры, желательно сразу все. Меняйте, как вам хочется, различные элементы объявления, кнопки, надпись на кнопке, цвета. Рассматривайте, сохраняйте и готово. Получаете креативы, которые будут общие на аккаунт. То есть при создании новой компании по смарт-баннерам вам надо будет создавать новые креативы. Вы можете просто подтянуть их в новое объявление, точнее в новой группы. Таргетинг смарт-баннеров по фильтрам. Можно выбрать все категории. Можно разделить на подкатегории. Ординди. Низок слайд. Вот. Дерево категории тоже берется из фида. Вы также можете выбрать настройку по тем, кто видел эти товары на сайте. То есть чистый динамический ремаркетинг. Для этого должна быть обязательно настроена электронная коммерция в метрике, чтобы Яндекс смог понять, какие пользователи какие товары посмотрели и какие товары в объявлении им, соответственно, показать. Еще есть таргетинг на тех, кто ваш сайт не посещал, но интересовался похожими товарами. Однако мы рекомендуем очень аккуратно использовать данную настройку, потому что она очень редко работает эффективно. Также можно настроить таргетинг на обе группы. Далее. Сохраняем. Выставляем ставки. И готово. Объявления будут проходить обработку в среднем 1-2 дня. Потом еще несколько дней раскручиваться. Так что не пугайтесь, если через неделю вы зайдете в компанию, а там нет показов. Для смарт-баннеров это нормально. Нужно просто подождать. Смарт-баннеры – инструмент достаточно новый. Он постоянно дорабатывается, очень медленно реагирует на изменения, но при этом работает при правильно выставленных настройках. Кстати, для смарт-баннеров есть возможность подключить стратегии с оптимизацией по CPA или ROI. То есть вы просто указываете целевую стоимость за конверсию или целевой показатель ROI, и система сама управляет ставками и показами, чтобы достичь целевых показателей. По смарт-баннерам есть ли еще какие-то вопросы? Или, может быть, есть кто уже работал с ними? Может быть, кто сталкивался с какими-то проблемами, связанными со смарт-баннерами? Давайте дальше. Давайте. Динамический ремаркетинг Google. Он также подходит для определенных тематик. Это розничная торговля, то есть интернет-магазины, образовательные курсы, сайты по продаже билетов, агрегаторы отелей и бронирование жилья, база вакансий, местные и локальные предложения наподобие купонов, сайты по продаже недвижимости, а также рекламодатели, продающие туры и путешествия. В Google есть два вида фидов. Это фид Merchant Center, который подходит исключительно для интернет-магазинов. А для всего остального подходят специальные фиды AdWords. Опять же, как именно создавать тот или иной фид, каким он должен быть, по всему этому есть огромное количество самой подробной информации в справках, в том числе это можно скачать шаблоны фидов. Всю эту информацию просто невозможно включить в данный вебинар, это все познается только на практике, поэтому сегодня рассмотрим самые основные моменты, которые касаются того, что же должно быть в фидах. Также скопирую вам ссылки на справки, где описываются, именно на те разделы, где описываются атрибуты фидов. Для начала рассмотрим основные отличия между фидами Google AdWords и Merchant. В первую очередь это формат файла. Прошу прощения. Итак, фид AdWords это форматы исключительно Excel, то есть XLS, CSV, DSP. Фид Мерчант – это только XML. Автообновление фида, то есть актуализация данных, которые у него выгружаются, есть как в AdWords, так и в Merchant Center. То есть если у вас что-то поменяется на сайте, вам не надо каждый раз заливать новый фид, вы просто настраиваете обновление, и все работает само. Также в фиде AdWords есть возможность вставки динамических атрибутов в объявления. Немножко расскажу, что это такое. Допустим, у вас есть фид с отелями, и вы не хотите под каждый отель создавать какое-то новое объявление, хотите это дело, собственно, автоматизировать. Можно создать какой-нибудь универсальный текст и динамически вставлять туда параметры из фида, например, название отеля, минимальная стоимость номера, количество оставшихся номеров, в общем, все, что можно из этого фида вытянуть. Еще одно отличие между фидами AdWords и Merchant – это использование для товарных объявлений, так называемых Google Shopping. Для такого типа компаний можно использовать только фид-мерчант-центр, и подходит он только для интернет-магазинов. Теперь переходим к самой технической части. Дальше будет мало картинок, много текста на слайде, но эта информация будет крайне полезна тем, кто с фидами никогда не сталкивался, либо сталкивался, но не разобрался. Фид-эдворд выглядит примерно так, как вы видите на экране. Это один маленький кусочек из огромного количества кусочков фида с авиабилетами. Собственно, сколько направлений в фиде, сколько направлений продается на сайте, столько и будет кусочков фиде. На самом деле тут все просто. Есть название атрибута, двоеточие, его значение. Например, аэропорт прибытия и отправления в международном формате. Описание, которое будет использоваться также в объявлении. Безусловно, посадочная страница и страница с изображением, которое будет подтягиваться в объявлении. Город прибытия, город отправления, цена билета со скидкой и без, а также шаблон отслеживания, если он необходим. Все возможные атрибуты, которые могут быть применены в нужном вам фиде, а их очень много, повторяю, есть в справке. Также в справке AdWords, ссылку на которую я выслала в чат, есть шаблоны, которые вы можете скачать и по ним уже создать свой собственный фид. Фид-мерчант-центр. Он более сложный, но только на первый взгляд. Там тоже есть обязательные и необязательные атрибуты. Мы остановимся сейчас только на обязательных. Во-первых, это ID товара. ID товара должен отличаться у каждого товара в фиде, то есть повторений быть не должно. Обязательно должно быть название товара, которое будет отображаться под картинкой в объявлении, и описание. Рекомендую не указывать в названии товара слишком длинные конструкции, достаточно одного-трех слов. Например, телефон Xiaomi, кресло Bristol, женские джинсы и так далее. Что очень важно, название и описание в фиде должны полностью совпадать с названием и описанием на странице товара. Если они совпадать не будут, то фид будет отклонен. Также посадочная страница и также страница, из которой система будет подтягивать изображение в объявлении. Состояние новое, либо цена, которая будет отображаться в объявлении, то есть она должна быть актуальна, а также наличие товара. Бренд для тех товаров, в которых есть бренд. Категория Google – это обязательный обязательный атрибут для тематик одежды, обуви, аксессуаров, книг, программное обеспечение, игр и тому подобное. Указывать нужно именно полный путь категории. Весь список категорий есть, опять же, в справке Google Merchant Center. Там есть все категории в текстовом формате, с расшифровкой, что где означает. Атрибут GTIN Постоянно вызывают очень много вопросов, никто не понимает, что это за код в международной маркировке. На самом деле все очень просто. GTIN – это штрих-код, точнее, цифры над штрих-кодом. Что делать, если у вашего товара штрих-код отсутствует? Для таких случаев есть атрибут MPN. Код производитель товара. В народе артикул или серийный номер. Если уж и этого нет, тогда указывается атрибут IDENTIFIER EXIST со значением NO. Весь кусок фида, который мы рассмотрели, это женские джинсы, всего лишь один товар. И, соответственно, сколько товаров у вас на сайте, или сколько товаров, точнее, вы хотите рекламировать, столько и кусков будет в виде. Стало понятнее, или еще какие-то вопросы остались? Я очень жду... Так, Егору более-менее понятно. Да, я понимаю, что по скриншотам очень сложно понять полностью. Как я говорила в справке, указаны все атрибуты. Там прямо написано есть таблица, какой атрибут, что означает, какие значения должен иметь, и обязателен он или не обязателен. И, конечно же, шаблоны фидов, в котором вы можете составить свой фид. Кстати, часто возникает вопрос, кто должен выгружать фид. Это, на самом деле, вопрос... процесс очень простой, особенно для веб-мастеров, то есть веб-мастер специальным образом выгружает все товары с сайта в отдельный файл в XML, ну, либо в Excel, если мы говорим о фидах AdWords. И далее уже вы их проверяете, сгружаете и, соответственно, работаете с ним дальше. Вот. А также, если вы, например, ведете контекстную рекламу через агентство, то во многих агентствах есть также программисты, которые помогут вам выгрузить фид. Двигаемся дальше. Вот у нас есть фид. И что с ним делать? Конечно, загружать систему. В AdWords это делается через раздел «Коммерческие данные». Нажимаете на плюсик «Фид динамических медийных объявлений», выбираете тематику и далее уже следуете инструкциям. В Merchant Center это раздел «Фиды». Опять же, нажимаете на плюсик, там все понятно, задаете название, указываете способ загрузки, то есть либо по ссылке, либо через файл. Настраиваете автообновление и все готово. Важные особенности относительно Merchant Center во-первых, на каждый сайт нужно создавать свой аккаунт Merchant. Мало того, нужно подтверждать права на сайт. Сделать это можно четырьмя способами. Во-первых, это загрузка HTML-файла на сайт, либо добавление HTML-тега на сайт, либо с помощью кода отслеживания Analytics, либо путем добавления контейнера в Google Tag Manager. Первый способ считается самым простым и самым распространенным. Вы не забудете, какие есть способы, если начнете работать с Merchant Center на этапе подтверждения прав на сайт, он предложит вам все варианты. Естественно, нужно связать аккаунт Merchant Center и Google Web. также есть возможность загрузить тестовый фид, чтобы проверить ваш текущий на ошибке. Скачивайте фид-файл, загружайте фид при загрузке с помощью загрузки файла и ставите галочку «Поле тестовый фид». Модерация может проходить очень долго, до 3 дней, в зависимости от тематики и размеров фида. имейте в виду, что если большая часть объявлений отклонены и вы с этим ничего не делаете, аккаунт могут заблокировать. Кстати, в отношении динамического ремаркетинга действуют те же самые требования модерации, что и для остального контекста. Запрещена реклама лекарств, медуслуг, алкоголя, табака, пиротехники, политические партии и так далее. Фит загрузили. Супер, он прошел модерацию. А дальше что? Прежде всего нужно установить специальный текст динамического ремаркетинга. Его нужно устанавливать на сайт. Это необходимо, чтобы Google смог связать товары, просмотренные пользователем на сайте с товарами, которые будут отображаться в объявлении. Если вы знаете или вдруг вы не знаете, но в Google AdWords можно настроить два типа аудиторий. Это аудитория AdWords или если у вас есть Analytics через аудиторию Analytics. Если у вас ремаркетинг по аудиториям AdWords, то необходимо перейти в раздел источники аудитории, выбрать окошко Tag AdWords, нажать на кнопку настроить Tag, указать, что вам нужно собирать не просто аудитории, а динамические параметры по каждому пользователю. Также на этом этапе необходимо выбрать тематику бизнеса и сохранить. В новом окне вы получите все необходимые теги, которые нужно просто скопировать и, что очень важно, вставить на каждую необходимую страницу вашего сайта. Это обязательно должны быть все карточки товара, это обязательно должна быть корзина. Лучше, конечно, поставить его везде. Если вы используете аудиторию или маркетинга по спискам из Analytics, то и динамические параметры аналогично должны быть добавлены в код Analytics. По ссылкам, которые я также продублирую в чат, вы найдете всю необходимую информацию для корректной настройки тегов. На самом деле это легко. Там все расписано по шагам. Егор пишет, что так и в метрике. Егор, уточните, пожалуйста, как именно в метрике. Если речь идет о том, что там настраиваются цели и сегменты, и точно так же можно настроить цели и сегменты в интерфейсе директа, то это не совсем так. Если мы говорим, как я говорила ранее, если мы говорим именно о смарт-баннерах, то таргетинг там осуществляется исключительно по фиду. Если у вас есть модуль электронной торговли в метрике, то система сама будет матчить те пользователи и те товары, которые каждый пользователь посмотрел, и в зависимости от этого составлять объявления. Если мы говорим о стандартном ремаркетинге, то цели настраиваются в метрике, и по этим целям, по счетчику, который связан с аккаунтом Яндекс.Директ, эти цели подтягиваются в Директ, и соответственно по ним можно составлять списки аудиторий. Что такое матчить? Матчить это немножко такой сленг, который пришел к нам из Google, ну, то есть сопоставлять, то есть пользователь, который ну, конкретный, мы же не знаем его имя, не знаем его ничего, в общем-то, кроме каких-то зашифрованных данных, про него не знаем. Он просматривает товары на сайте, и это по сути не фиксируется в Яндекс.Директ, но если есть связка с электронной коммерцией метрики, то система понимает, что вот конкретно этот пользователь посмотрел конкретный товар, и этот же товар ему нужно показать в смарт-баннерах. По сути, матч в переводе с английского в матч точнее это сопоставление. Стало понятнее, Егор, напишите, пожалуйста. Если не очень понятно, я могу опять же вместе с комментариями вместе со всей презентацией прислать Вам разъяснения более подробные. Все понятно, отлично. Итак, тег мы добавили. Все настройки созданы и собственно остался последний шаг до запуска динамического ремаркетного это создание компании в Эфорте. Делается это так же просто. Создаете новую компанию, нажимая на плюсик. В самом внизу находите раздел динамические объявления. Там будет выпадающее меню, в котором вы выбираете загруженный фит. Далее добавляете объявления из галереи форматов. К сожалению, галереи форматов пока что доступны только в старом интерфейсе AdWords, но я надеюсь, скоро ее перенесут и в новый. Указываете макет, логотип, описание, цвет кнопки, название кнопки, все как в конструкторе смарт-баннеров директ. Все, объявления готовы. Вы можете их посмотреть, выбрать размеры, которые вам подходят. Далее добавляете необходимую аудиторию ремаркетинга, на которую будете таргетироваться, и можно стартовать. С настройкой динамического ремаркетинга Google в общем-то закончили. Есть ли у вас еще какие-то вопросы именно по динамическому ремаркетингу? Если вопросов нет, то давайте посмотрим кейс. Кейс от Google, то есть находится в общем доступе на сайте Google для магазина GoodsClub.ru Долгое время основным каналом привлечения аудитории для данного сайта являлся один из российских прайс-адрегаторов. Контекстная реклама не давала много покупок с нужным высоким СПО и для достижения поставленной цели решили протестировать динамический ремаркетинг. В рамках рекламной кампании были созданы две аудитории те, кто посмотрел товар и те, кто добавил его в корзину и не купил. Результаты оказались следующие. Число заказов в интернет-магазине GoodsClub.ru выросло на 15% при увеличении рекламного бюджета всего лишь на 7%. Цена за заказы динамического ремаркетинга в среднем была ниже стоимости заказа с прайс-агрегатора на 18%. При этом конверсия в заказ по динамическому ремаркетингу была выше более чем полтора раза, чем по рекламной кампании на поиске. Также ссылку на данный кейс я добавлю в чат. Вообще ресурс достаточно интересный, если вы ни разу не пользовались, можете изучить очень много различных кейсов не только по ремаркетингу, но и по всем остальным возможностям Google. А мы пока переходим к нашему последнему разделу. Это ремаркетинг с видео. С ростом объема видеорекламы появилась необходимость использовать ремаркетинг для нее. Ремаркетинг на видео пожалуй самый неизведанный из всех видов ремаркетинга для российских рекламодателей. И очень зря. В чем его суть? Ваш ролик на YouTube или видеосети Яндекса смотрят люди, попадают при этом в особый список ремаркетинга. Для Яндекса это реализуется как раз с помощью пиктеля, о котором я говорила ранее. Далее им можно показывать рекламу как на YouTube, так и в KMS или RSE. Это могут быть видеоформаты, это могут быть стандартные форматы для KMS или RSE, то есть графические или текстографические баннеры. Все зависит от ваших целей и ресурсов. Видеоремаркетинг на самом деле предоставляет много различных возможностей. В качестве доказательства этого поделюсь с вами кейсами. Первый кейс от нашего агентства рекламодатель интернет-магазин мебели. Целью было найти новый источник конверсий, хотя видеореклама в таких случаях используется крайне редко. Тем не менее попробовали запустить видеорекламу на ютуб с показом тем пользователям, которые смотрели карточку определенного дивана на сайте. Причем это была не просто видеокомпания, это была компания со связкой видео плюс фид мерчант-центра, то есть торговые компании. В результате такая компания принесла 1% транзакции от общего объема и стоимость их была ниже на 22% относительно средней по аккаунту. На самом деле очень неплохой результат для инструмента, который от природы направлен не на перформанс, а на брендинг. Следующий кейс от Google. Он как раз преследует более классические для видеорекламы цели не прямым покупки, а повышению узнаваемости бренда. И заодно донесение до целевой аудитории основного преимущества широкий ассортимент как онлайн так и офлайн. Сама рекламная компания была поделена на два этапа. На первом этапе широкой аудитории показывали пропускаемый ролик на YouTube, то есть формат TrueView. Аудитория подбиралась действительно достаточно широкая возраста от 18 до 54 лет. Интересы были взяты также охватные пользователи, которые интересуются онлайн покупками, модой, одеждой и так далее. На втором этапе выбирали аудиторию тех, кто просмотрел первый ролик, а также похожую аудиторию и им показывали уже непропускаемую заставку Bumper Ads. В результате достигли существенного роста по показателям узнаваемости бренда и запоминаемости рекламы. Однако, помимо всего прочего, получили еще и бонус. Каждая шестая покупка с рекламой AdWords была осуществлена пользователями из тех, кто просмотрел данные ролики на YouTube. Вот такой вот перформанс результат. Также ссылку на данный кейс я пришлю в чат. Вы можете с ним подробно ознакомиться, как именно все происходило, посмотреть непосредственно ролики, которые используются для этого. есть ли у вас какие-то вопросы по ремаркетингу на YouTube и на видеоплощадках? Все по аналогии, Коркор говорит. В принципе, да, разница только в том, где именно показывается и какие именно инструменты используются. На этом вебинар подходит к концу. Подведем итоги. Сегодня мы с вами ознакомились с различными видами ремаркетинга и возможностями каждого из них. Узнали, как правильно настраивать каждый вид ремаркетинга. Более подробно остановились на одном из самых сложных вопросов. Это то, какими должны быть фиды для динамического ремаркетинга. И, конечно, изучили кейсы по всем видам, чтобы убедиться в том, что ремаркетинг действительно работает. Да, конечно же, задавайте вопросы, буду ждать, постараюсь на них максимально коротко ответить. если может быть еще какие-то вопросы, вдруг вспомнили что-то по разделам, которые были в начале вебинара, тоже можете задавать. Да, Егор, вы можете задать уточняющие вопросы через организаторов, безусловно, также вам пришлют все материалы по данному вебинару, то есть сам вебинар, я также продублирую ссылки. Если вопросов больше нет, спасибо за интерес к данному курсу, желаю вам успехов в автоматизации рекламы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ